Всем привет! Я Дим Мас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. Сегодня мы с оператором решили вспомнить наши студенческие годы или самые первые годы, когда мы работали. И работали там на одной, на двух работах. Либо вообще у нас времени не было после работы, а кушать хотелось. Быстро заходили в магазин, покупали банку каких-нибудь консервов. Чаще это было какие-нибудь иваси, неважно томатные соусы, но чаще было просто с добавлением масла. Брали любые макарошки, какие там есть. Ну тогда, естественно, особо там не заморачивались, подешевле покупали. Если нет дома сыра, то же самый обычный российский сыр покупали. Пашихонский какой-нибудь, который сейчас не найти, очень редкий. И вот готовили вот такую пасту, не знаю, поздняя паста, поздняя студенческая паста. Просто народные, просто макарошки с консервированной рыбой. Запах был, конечно, чудесный от нее, действительно. Но на вкус, быстро съесть, это просто великолепно. Тем более, кому, если нравятся макароны, эта паста точно зайдет. Пойдем сейчас к нашей конфорочке. У нас там закипает вода, будем варить макароны и готовить нашу пасту. Естественно, мы кидали немножко соли. Соль всегда была студент. Буквально щепотку. Ну и чтобы макароны наши не слиплись, мы всегда жертвовали капелькой масла растительного. Дали макарошки. И все это варили, пока не сварятся. Мы тогда в тот момент особо не знакомы были там со словом аль денте. И главное, чтобы сварилось. Ну вот у нас прошло определенное время, наши макарошки сварились. И мы просто перекладываем их в нашу емкость. Мы масла не стали добавлять, потому что у нас тут и есть, естественно, маслица. Если вы не любите эту жидкость, но она сейчас все равно испарится, добавьте масло растительное. Баночку вываливаем. Размяли. Добавили зеленцы. Если она у вас в данный момент есть. И поставили на огонь. Вот. И все это обволакиваем. Естественно, лучше макарошки не доварить, потому что у вас они здесь еще немножко протушатся. Мы в данной ситуации используем скумбрию. У нее самый зловонный запах из всех представителей вот этой рыбы. Запах пошел уже. Смотрите, у нас сок появляется. Комфорочка у нас на максимуме. Сейчас немножко протушится. И сырок добавим. Сыра не любит не добавлять. Ну смотрите, у нас начинает поджариваться уже. И как бы рыба консервированная, она уже готовая, но она уже немножко поджарилась. Смотрите, макарошки какие красивые поджариваются. Вот это самая бомба. И мы добавляем наш сыр. Можете потереть на терке, но мы всегда раньше вот так вот добавляли, резали. Произвольно. Покручали огонь. Накрывали крышкой. И ждали минут 3-5, когда сырок растает. Ну вот смотрите, наша паста готова студенческая. Поздняя. Сейчас будем пробовать. И главное, чтобы у вас началось вот макарошки поджариваться немножко. Как бы этот эффект. Чтобы вы как бы масла не добавляете при готовке у вас масла. Есть банки уже, вот. И как бы рыба сама по себе, она тоже как бы селедка, либо там скумбрия, сайра, она очень жирная. И она у вас вот должна вот получиться вот, ну, тоже готовая и разваливаться. Ну, не как консервы. Она вот должна приготовиться, как бы. И сами макарошки должны поджариваться. А старайтесь готовить их даже меньше, чем положено там 5 минут. Они вот потому, что у вас будут как бы еще доходить. Ну, в зависимости, какие вы любите. Если вы не любите там аль денте, не готовьте. Мы приготовили даже сейчас, переварили. Это реально поздний ужин. Белиссимо. Просто бомба. Сырок, рыба. На самом деле у итальянцев поздний ужин. Очень, как бы у них несколько раз они едят. Поздний ужин у них где-то примерно, если мне память не ошибаюсь, где-то по местному времени. Где-то после 11, после 23. И очень часто это все сопровождается тем, что они едят либо после футбольного матча какого-нибудь, либо до футбольного матча. Ну, такие традиции. Я даже не могу это как бы передать словами, с чем и сравнить. Это просто очень вкусно. Ну, любите. Но очень вкусно. Советую вам попробовать, приготовьте. Даже если вам не понравится банка какой-нибудь рыбы. Обычный там какой-нибудь дешевый за 100 рублей консервов. Пол пачки макарон. И как бы и все. Вы не обеднеете от этого. Но если вы приготовите такую вещь, вы поймете, что это действительно очень вкусно. Так что всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператр Антон. Вся наша банда Клусс Прозор Клусс. И Сапожок от Италии. Всем привет. И приятного аппетита. Сапожок от Италии.